если мы вручную будем насыпать какие-то частицы то это будет долго поэтому мы воспользуемся динамикой и насыпем сюда частицы при просто при помощи динамики что нам нужно для этого сделать давайте отпарентим нажмем shift-p чтобы отпарентить этот объект у нас останется только этот объект целый теперь я нажму можем назвать назвать его как-то до ваза 01 тут же сделать его дубликат control d и применим к ней мышь смут идем в меню моделинг говорим наш здесь смут вот и я применил наш смут с опера с делениями 2 если мы пойдем наш смут посмотрим на опцию у меня стоит движим с левом 2 вот с такой настройки вот здесь тоже видно 2 и это все что мне нужно было сделать и теперь я из этого объекта сделаю динамический объект который будет соударяться с другими объектами и этот динамический объект мы сейчас будем наполнять чем-то давайте я на нем сделаю free transform собью трансформы видите на нем сейчас translate rotate scale какие-то есть пойдем в меню модифай free transformations так free transformations и все сбилось по нулям для чего это нужно просто это удобно я потом могу его сдвинуть сбить на ноль и он прыгает в свое оригинальное место и я это сделаю для того чтобы вот эти объекты сдвинуть я опять препарничаю этот объект к этому выделяю ножки выделяю вазу потом shift-ом нажимаю p препарентил теперь делаю free transform точно так же и модифай free transformations и сдвигаю вот теперь это мы вернем на место это этот объект у нас будет служить для наполнения мы его и сделаем его динамическим и теперь нам нужен из объект из меню fx нам нужен n-particles и вот здесь мы хотим создать эмиттер давайте посмотрим какие мы эмиттер будем создавать кредитами это леви си партикал эмиттер нам нужно вот открыты метр это будет n-particles потому что это будет обычный метров он не совсем так работает как как мы сейчас на хотим поэтому создаем create эмиттер он у нас появится здесь мы его просто поднимаем пока он у нас выделен не выше этой вазы на ее уровень сдвигаем вот так сдвигаем вот так и он у нас посерединке теперь если мы нажмем воспроизведение и давайте кстати посмотрим настройки я зайду сюда на эту иконку нажму посмотрим настройки мне нужно чтобы стояла play every frame это воспроизводить каждый кадр до динамика не будет хорошо работать если у вас будет стоять real time новое воспроизведение в реальном времени play every frame скорость кадров 24 кадра в секунду кстати скорость кадров мы можем поменять идем в меню settings меняем 24 на 25 будет что-то больше европейская допал система и все да это это хорошо нажимаем сейф давайте посмотрим до play every frame здесь 25 кадров в секунду все то что нам нужно нажимаем сейф теперь нажимаем воспроизведение можем стать еще немножко увеличить до 500 кадров длину таймлайна и тут скажем что он начинается с первого кадра не с какого-то странного 104 вот здесь только один вот так все мы смотрим на эту вазочку нажимаем воспроизведение друм полетели частицы они полетели сквозь да они не удаляются и они очень маленькие мы сейчас и увеличим и сделаем чтобы они удалялись для этого мы говорим что это вот этот объект вазочка она у нас будет идем n cloud и говорим что это пассив коллайдер до пассивный коллайдер то с чем можно соударяться отматываем на начало нажимаем воспроизведение теперь наши частицы должны собираться все вот тут но из-за того что они маленькие как песчинки они вот все вот так вот и собираются внизу их не видно и так мы будем очень долго насыпать их очень долго вот нам желательно сделать что они у нас будут какого-то размера еще плюс сами собой будут ударяться немножко вас включили воспроизведение кликаем теперь на частицы они должны выделиться они должны выделиться вот выделились теперь идем в атрибуты точнее в чанл бокс в чанл боксе мы видим здесь points до партикл рендер type points мы говорим что это будет сферы спирс вот но они все еще друг друга пересекают поэтому пока они у нас выделены мы нажимаем control а чтобы открыть атрибут эдитер и здесь в отделе партиклс нас интересует отдел коллижен и здесь нас интересует отдел self коллайд отматываем на начало говорим что они self коллайд сами с собой соударяются и нажимаем воспроизведение бум и мы видим что они появляются и тут же сами себя расталкивают и и мы можем подождать пока эта вазочка наполнится да будем знать просто что какой кадр мы будем рендерить вот ну скажем так пока что вернемся в вид из камеры камера view так теперь вот этот объект мы можем спрятать просто нажать control h он спрячется но частицы у нас будут тэн 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 они будут появляться здесь вот и теперь вот этот объект мы просто выделим пойдем в чанл бокс с объемным трансформом он вернется на свое место и если мы включим сейчас шейдинг x-ray то мы будем видеть что вот столько у нас этих в стеклянном объекте будет видно столько вот этих шариков ну наверное перебор немножко вернемся на начало и посмотрим сколько мы хотим их все-таки там сделать столько 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 пусть наполняются наполняются мы посмотрим когда когда нам примерно это хватит и может быть вот сейчас пусть даже они будут вот так вот не ровненько сложно это это выглядит красиво так вот 237 кадр это то что нам нужно когда мы захотим рендерить мы просто пойдем в 237 кадр и так у нас все готово к тому чтобы идти дальше а дальше мы должны создать наполнители для наших мензурок которые которые стоят здесь 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 и давайте ну скажем сделаем сюда какое-то наполнение кстати хорошо что мы включили x-ray mode режим до шейдинг x-ray потому что я вижу что в гладком отображении да когда мы нажимаем тройку вот здесь наша колба вот так вот деформируется очень толстое стекло у нее внизу появляется низ да видно как она задерживается и это из-за того что давайте приблизимся поближе выключим x-ray пока что бум у нас здесь один edge поэтому нам нужно взять edge выделить его двойной щелчок на нем shift правая кнопка мышки был edge и скажем чуть чуть больше сделать ну в районе 0 3 вот так небольшой был object mode теперь включим опять x-ray давайте шейдинг x-ray нажмем тройку но теперь тут выглядит все красивенько да хорошо вот тоже самое нужно сделать здесь потому что тут это маленькая колбочка на копия той же шейдинг x-ray выделяем edge двойной щелчок shift правая кнопка мышки bevel 0 2 но тут может быть поменьше не 30 от 25 вот так object mode все вот и теперь давайте наполним одну из этих колб да или из мензурок жидкостью и жидкость мы смоделируем и и по такому же принципу можно будет и остальные заполнить возьмем большую нажимаем control 1 даже нет нажимаем control д для начала можем назвать его колба колба 01 пока она выделена нажимаем control д появляется колба 02 теперь нажимаем control 1 чтобы видеть только его это а изолить selection или изолировать выделенный объект теперь берем нажимаем единицу теперь правая кнопка edge выделяем edge по кругу скажем здесь теперь control правая кнопка мышки говорим to faces to faces превратить выделение в фейсы теперь control правая кнопка мышки говорим grow selection grow расти нажимаем г это повторяет операции повторяем операцию нажимая г столько раз пока выделение не дойдет у нас до внутренней части так 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 и вот так все это стираем у нас остается вот такая такой объект идем в меню modeling mesh display reverse чтобы перевернуть геометрию она не будет черной теперь edge выделяем двойным щелчком говорим shift правой кнопкой мышки движения вниз extrude и кликаем на global выбираем кликаем на квадратик теперь scale и заглавный квадратик масштабируем ну скажем пока что вот так да можем чуть-чуть увеличить divisions ну пусть будет вот так теперь говорим control правой кнопкой мышки и to vertices и to vertices вершины теперь shift правой кнопкой мышки to vertices и merge vertices to center все это то что нам нужно было сделать здесь как бы готов такой цилиндрик который внутри будет играть роль воды но не совсем у воды еще есть натяжение по краям где она кончается она немножко поднимается вверх поэтому мы возьмем object mode мы возьмем shift правой кнопкой мышки insert edge loop tool создадим сюда один edge близко-близко с краем да и создадим сюда один edge ну где-то вот на таком расстоянии наверное и теперь возьмем инструмент move вот этот edge весь по кругу крайний поднимем ровно вверх вот так это будет вот наша именно натяжение жидкости по краям вот так и shift правой кнопкой мышки говорим bevel чтобы она еще и задержалась там все теперь когда мы нажмем тройку у нас будет действительно красивая вот такая жидкость она будет выглядеть хорошо вот таким же образом мы должны создать жидкости во все остальные мензурки теперь если это очень полная мензурка кажется на или колба тогда мы нажимаем четверку чтобы видеть wireframe на проволочке выделяем выбираем правой кнопкой вертисы с выделяем эти вершины берем инструмент move и двигаем столько сколько нам нужно секундочку у нас почему-то отменим все вершины надо выделить да все вот я не все выделят и теперь вернемся в наш вид и ты теперь вот будучи уже в нужном виде да как мы видим нашу композицию я здесь подстрою сколько мне нужно жидкости в колбе ну где-то так я думаю так будет красиво да здесь только вот и таким же образом я создам жидкость сюда в эту колбу или даже можно просто сейчас сделать дубликат и разместить эту колбу вместе с этой колбой до с этой стороны делаем берем эту жидкость выделяем теперь колбу говорим p препарантий теперь выделяем колбу говорим control d сделать дубликат тянем сюда ставим примерно в одну и ту же точку да она у нас почему-то еще поднята вроде да да поднята нам нужно ее опустить давайте выделим ось y возьмем инструмент move w да нажмем x и средней кнопкой мышки колесиком нажмем где-нибудь на сетку так что то она у нас не захотела так хорошо выравниться еще раз выделяем ось y нажимаем x на клавиатуре и лепим к сетке все еще не выровнялась еще раз так теперь выравнилась что-то сразу не хотела тогда это стираем control d еще раз вытягиваем сюда мы можем даже разместить ее идеально точно наберем кликаем на с контролом на y ось на зеленую ось и теперь удерживая в уже не x а в кликаем средней кнопкой мышки сюда на серединку бум и все это то что нужно теперь мы берем инструмент rotate вращаем это все ну примерно как у нас было вот так и берем инструмент скейл и сжимаем просто масштабируем все это вниз ну вот теперь эту копию стираем и у нас там есть наполненная мензурка или колба вот так же давайте наполним вот этим это наполнять не будем и вот это наполнен и переключимся сразу уже на вид когда это все наполнено наполнение всех емкостей готово и я бы хотел еще немножечко подстроить я я более-менее подрегулировал высоту но хотел бы еще ее подрегулировать уже наблюдая за всем из камеры я конечно могу переключиться в режим 4 да потом выделять объект вертекс вот так вот выделять вершины но это это будет немножечко долго и неудобно каждый раз и не всегда попадаешь на эти вершины поэтому мы сделаем очень удобную систему редактирования высоты этих жидкостей выделяем эту жидкость эту эту и каждую жидкость внутри в каждой мензурке вот так нажимаем control 1 чтобы видеть именно эти жидкости нажимаем единичку и все теперь можем пойти и правой кнопкой выделяем выбираем вершины и идем в деформеры и здесь в деформеры говорим что мы создаем кластер все здесь сделали кластер здесь нажимаем г повторить операцию сделать кластер вершина выделяем кластер и так далее быстренько на все объекты делаем кластеры а кластер просто группирует между собой вершины и влияет на них это как бы деформер который захватывает вершины все это все что нужно было сделать теперь если мы будем выделять кластер мы спокойно сможем редактировать высоту этих жидкостей нажимаем control 1 мы видим в каждой мензурке свой кластер нажмем пятерку вот сейчас отключим выделение геометрии и для этого мы отключим просто маску выделение геометрии маска находится здесь просто кликаем на эту иконку да вот если они у вас не видны просто раскроете такой треугольник вот снимаем и эту иконку деактивируем и теперь мы можем кликать и у нас будет выделяться только кластеры соответственно будем настраивать высоту жидкости эту так это возможно ну давайте перейдем в вид из камеры такой как нам нужно да я посмотрю скажем так слишком полно ну наверно здесь только теперь здесь сколько мы бы хотели в этих мензурках жидкости ну хотелось бы чтобы это как-то и правдоподобно еще выглядело но и не слишком все было выровняно по линиям потому что тут у нас линия горизонтальная идет тут линия горизонтальная поверхность этой жидкости так что может быть мы как то попробуем это все разбить более натурально сделать давайте попробуем эту повыше может так ну в общем это всегда сможем поменять эти кластеры я оставлю они на рендеринг не влияют мы потом посмотрим как мы их хотим подстроить вот и теперь у нас объекты все готовы и к чему мы можем приступать это к рендерингу и для рендеринга нам хорошо бы создать ну какую-то сцену да где это все будет находиться студию да возможно и освещение тогда мы переключились в перспективу точнее мы находились перспективе нажимаем пробел левую кнопку мышки выбираем перспектива мы здесь у нас заранее был создан plane вот он мы его сейчас не можем выделить потому что маска выделения отключена включаем ее выделяем plane и из этого плейна мы и сделаем наш наш пол да ну на чем все это стоит можно отключить отображение сетки во вьюпорте это нам уже не нужно теперь чуть чуть больше увеличим размер пола и возьмем вершины будем их выделять и двигать вверх что это пойдет стенка вверх нашей студии да теперь здесь мы бы хотели тоже плавный переход сделать возможно здесь еще поднимем так возможно здесь чуть чуть поднимем чтобы более плавно это все переходило вот ну это не принципиально уже так будет хорошо можно только чуть побольше это этот переход сделать давайте вот так чтобы он был более мягким ну вот когда мы нажмем тройку да мягкое отображение полигонов мы видим что оп это все красивенько отображается тем более что мы будем тут вот так сблизка на это все смотреть у нас будет там красивый такой световой переход вот окружение пока что оставим его таким да сможем сюда вкинуть какую-то текстуру вокруг и в арно где мы можем настроить окружение дополнительно если пойдем в его настройки render settings здесь откроем environment и здесь кликнем и выберем physical sky shader если хотим небо сделать вокруг физически точное или sky shader просто и мы можем тогда в этот в этот sky shader дать какую-то текстуру которая будет окружать всю нашу сцену но пока что мы это делать не будем и просто пойдем и создадим источники света arnold lights и нас интересует area light вот этот источник света мы его сейчас развернем и куда у него направлена линия туда он и светит мы направим ее так и немножко его увеличим может быть так сделаем такой более высокий сдвинем в сторонку можем посмотреть где он находится вот так вот так больше направим на нашу сцену может быть чуть чуть выше приподнимем еще наклоним ну вот и посмотрим что что он делает какой как уже выглядит наша сцена так вернемся сюда да в наш вид идем в arnold render view нажимаем воспроизвести рендер и ничего на данный момент не видим потому что нам нужно увеличить exposure силу света и пока выбран у нас этот источник света говорим 5 так и все еще у нас не видно интересно давайте посмотрим если мы увеличим 10 вот да нужно было сильнее увеличить силу света и тогда все появилось давайте посмотрим тогда что что у нас здесь есть во первых все объекты у нас не непрозрачные это мы должны будем настроить а тут посмотрим что у нас стоит нормалайз птичка кстати у источника света это если мы давайте чуть чуть удалимся слишком далеко вот так если у нас стоит птичка нормалайз то в зависимости от того как мы увеличиваем источник света он не будет увеличивать свою яркость вот если эту птичку снять то источник света будет светить сейчас мы увидим очень ярко вот так мы оставляем эту нормалайз чтобы она примерно не влияла ну чтобы источник света регулировал за только exposure каналом или intensity но не своим размером вот хорошо это один источник света он как то вот так вот освещает нашу сцену теперь нужен второй источник света давайте это закроем и можем просто сделать дубликат ctrl d сдвинуть так сдвинуть ctrl d сдвинем его куда-нибудь сюда развернем можем вот этот источник света это поставить больше сбоку ну пусть тоже спереди но больше сбоку ой слишком сильно вытянули давайте выключим x-ray будет проще на все смотреть и включим world режим нам будет проще двигать источники света вот так вот так этот можем чуть дальше убрать можем чуть повернуть и я бы его немножко приподнял тоже даже вот так ну будет какая-то разница между освещением еще можем один поставить сверху ctrl d опять же это вы выбираете на свое усмотрение где и как поставить источники света этот источник света у нас может сделать красивые контуры да что все будет освещаться сейчас посмотрим нам хорошо бы открыть render view и поднастроить берем закладку так теперь arnold render view ну вот видим как освещение с этой стороны меньше да край освещен да с этой стороны больше мы видим как и это это создает такое интересное освещение но нам нужно применить и материалы на эти объекты чтобы мы их как-то видели нормально потому что эти тут очень темные не освещены верхние я думаю источник света мы даже можем увеличить скажем сделать 12 давайте так включим воспроизведение чтобы мы видели 14 ну вот я думаю стекло подсвеченное сзади сильным вот таким светом будет выглядеть красиво плюс это это этот источник света сверху создает видите такое красивое контурное освещение тут контур тут контур тут контур да по всем этим объектам вот так на данный момент это мне нравится фон у нас не подсвечен на фон ничего не попадает посмотрим что мы будем делать с фоном может мы его оставим таким темненьким потому что хорошо ну здесь такое светлое пятно которое фокусирует наше внимание именно здесь на объектах может быть что-то добавим потом может не будем добавлять на фон ничего вот но теперь уже мы пришли к тому что мы можем применить какие-то материалы к нашим объектам чтобы уже видеть как они рендерятся давайте это и сделаем нам нужен один материал стекла который мы применим на все эти объекты потому что это все стекло 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 один материал хрома или металла один материал не не гладкий да не блестящий на фон и несколько материалов на внутренние части вот это сейчас и сделаем хотя перед тем как мы приступим к работе с материалами давайте еще сделаем недостающую модель а именно держатель для вот этих пробирок и возможно еще одну другую стеклянные палочки в одну из колб и для этого выделяем пробирку нажимаем стрелочку вверх чтобы выделить всю группу этих пробирок и нажимаем control 1 вот так же давайте посмотрим на то что у нас здесь есть в channel box и вращение у всей группы есть вращение все пробирки развернуты на 21 градус мы собьем это на 0 просто запомним что они были развернуты чтобы мы потом развернули это все вместе с держателем обратно вот а то что они ровно стоят нам будет легче моделировать нам не нужно будет вытягивать какие-то полигоны под углом будем ровно вытягивать и все будет получаться хорошо нажимаем shift правую кнопку мышки и выбираем цилиндр и это меню появится только если ничего не выделено если у вас что-то выделено shift и правая кнопка мышки покажет вам совсем другое меню поэтому ничего не выделено shift правая кнопка мышки цилиндр появился цилиндр тут же можем нажать F чтобы к нему приблизиться латинскую нажимаем D и V и прилепляем pivot сюда в центр берем W нажимаем чтобы взять инструмент move и теперь можем включить отображение полигонов здесь и вершин и пока выделен цилиндр нажать V и средней кнопкой мышки кликнуть на вершинку чтобы выровнять ровно по одной из пробирок вот чуть-чуть я подниму вверх сдвину куда-то в сторонку чтобы просто у нас здесь вот дотрагивался этот цилиндр до этих пробирок в принципе ширину я бы хотел чуть-чуть увеличить да пойдем в цилиндр скажем радиус у нас будет чуть больше вот так может быть чуть меньше где-то вот так опять отодвину чтобы он только начал дотрагиваться до одной из пробирок сделаю дубликат этого цилиндрика сдвину его сюда вот так объединим их в идее с shift кликаем на один и другой идем mesh combine сделаем комбайн и теперь что нам нужно сделать это половинку здесь стереть выбираем фейсы так выделяем половину фейсов вот так чуть больше вот так стираем и здесь тоже самое половинку здесь вот так все теперь переходим в edge правой кнопкой да двойной щелчок здесь шифтом двойной щелчок здесь шифт правой кнопкой мышки выбираем bridge divisions выбираем давайте решим сколько мы хотим в принципе пять достаточно object mode это то что нам нужно возможно теперь стоит подредактировать высоту я опущу вниз чтобы немножко пересекалась с этими проверками теперь возьмем вершины выделим нижний ряд подвинем вверх какой какой толщины этот держатель будет и теперь возьмем edge двойной щелчок на верхний edge шифтом двойной щелчок на нижней шифт правой кнопкой мышки bevel edge с настройками 0.2 мы сделали bevel object mode это достаточно и теперь что мы сделаем это сделаем дополнительные деления наверное пойдем в mesh smooth mesh smooth с настройками 2 деления делаем smooth все берем object mode говорим дубликат нам нужен дубликат этого объекта ctrl D сдвигаем его немножко вверх чтобы мы видели один и другой объекты вот и теперь стираем на них историю идем edit delete by type history если часто какими-то командами пользуемся можем зайти на кнопку на полку custom и сюда их добавить вот у меня center pivot freeze transform history как их сюда добавить эти кнопки вы нажимаете control и shift и тогда идете в меню edit delete by type history нажимаете и все ничего не происходит но появляется еще одна кнопка если хотите стереть правой кнопкой delete вот так я добавил все эти кнопки центр pivot и freeze transform вот отсюда центр pivot и freeze transform вот теперь выделяем эти объекты нажимаем history чтобы стереть их историю сохраняемся вот и можем работать дальше что нам нужно сделать это вырезать теперь отверстие здесь потому что сейчас ну отверстия нету мы видим вот тут высота нас устраивает тут высота нас не устраивает но это мы позже отредактируем я почему опустил так низко мне нужно чтобы они пересекались с жидкостью если мы нажмем четверку то мы видим вот вот жидкости вот жидкости одна очень низкая жидкость если бы я поставил так уже бы мы не пересекали с ней поэтому мы оставляем ниже теперь обводим все эти пробирки и жидкости они все выделились теперь с control обводим только пробирки остались выделенными только жидкости нажимаем control d чтобы сделать их дубликаты нажимаем пятерку чтобы видеть все в режиме вот такого затенения да и пока выделены жидкости нажимаем r латинскую и увеличиваем все эти жидкости пока они не выйдут за пределы они вышли за пределы пробирок и еще немножко шире я сделаю шире для того, чтобы именно вот этими объектами мы сейчас резанем отверстия в нашем держателе, поэтому пока они все выделены, они немножко больше пробирок и выделены, идем в меню Mesh Combine теперь это стал один объект, теперь также объединяем эти оба объекта, говорим Mesh Combine это тоже стал один объект выделяем держатель, с шифтом выделяем пробирки идем в меню Mesh, Boolean и говорим Difference, вырезать разницу все, после того, как это произошло теперь берем Object Mode и идем, стираем историю, History все, нам нужно, чтобы этот объект ни от чего не зависел, на нем историю стерли теперь, что нужно сделать, это разъединить эти объекты Mesh Separate выделить эту часть выделить обе части, сделать центр pivot чтобы pivot появился по центру высоту мы сейчас всегда сможем настроить сколько мы хотим докуда, да, эта часть можем нажать четверку, чтобы видеть где жидкости заканчиваются, чтобы как-то не конфликтовала, не перекрывала жидкости, вот так, хорошо такая высота меня устраивает теперь, что мы сделаем здесь нажмем пятерочку ножки, да, поэкструдим какие-то ножки отсюда это у нас будет так, возьмем фейсы так, выделим здесь скажем, раз, два, три и здесь раз, два, три вот так теперь точно так же в таких же местах здесь выделим раз, два, три это не нужно было раз, два, три ну вот шик правой кнопкой мышки движение вниз операция экструд немножко экструдим потом нажимаем г повторить операцию экструдим чуть сильнее и нажимаем г повторить операцию экструдим чуть слабее вот так хотя можно было если мы не планируем это смягчать а мы не планируем делать мягкое отображение хватило бы даже одного экструда Да, ну пусть уже будет, раз сделали Нам подойдет Все, это готово, единственное, что нужно сделать Какие-то цилиндрики, которые бы соединили Эти части между собой Сохраняемся И теперь создаем цилиндр, shift правой кнопкой мышки Цилиндр Опять же, нам нужно его уменьшить Давайте для начала Пивот его сдвинем Берем инструмент move, d, v Удерживаем, средней кнопкой мышки выравниваем Пивот, теперь только v удерживаем Кликаем куда-нибудь сюда Все, прыгнул цилиндр Теперь здесь радиус уменьшаем До стольки, сколько нам нужно Ну, примерно Вот так А высоту мы уже подредактируем Сколько нам нужно Также перед тем, как мы будем редактировать высоту Давайте резанем shift правой кнопкой мышки Вставим дополнительный edge loop здесь И здесь Чтобы когда мы нажмем тройку Чтобы не поменялся Не поменялась форма этого цилиндра Все Берем vertex Выделяем вершины Просто выдвигаем их столько, чтобы они спрятались в середине этого объекта И эти вершины, чтобы они спрятались в середине этого объекта Object mode Делаем дубликат тут же Ctrl D Выравниваем Здесь, удерживая v средней кнопкой мышки по этой вершине Все, если посмотрим теперь четверочку, да, тоже ровно так же стоит Это готово Это готово Нажимаем пятерку Выделяем эти части все Стираем на них историю Выделяем эту пробирку Нашу стрелку вверх Выделена группа Теперь выделяем вверх обе части Шифтом И шифтом кликаем уже на эту часть Нажимаем P Мы все препаратили к этой одной части Теперь, если мы будем ее вращать Она будет за собой вращать все остальное Вот И это то, что нам нужно Мы помним, что у нас было минус 21 градус Минус 21 Нажимаем Ctrl 1, чтобы выйти из режима Isolate Selection Вот И теперь немножко опустим все эти части вниз Чтобы они вылезли чуть-чуть Ну, начали, по крайней мере, вылазить Вот так Все, и мы видим, что тут слегка пересекает эта подставка, да Поэтому вернемся в наш вид из камеры И чуть-чуть сдвинем ее Может быть Чуть-чуть сюда И чуть-чуть назад И еще чуть-чуть сюда Ну, где-то так Вот, композиция хорошая И проверим, чтобы ничего не пересекалось Да, ничего не пересекается Все, это то, что нам нужно Да Кстати, эти кластеры, они нам тоже уже не нужны Можно их постирать Потому что Вот Мы уже настроили высоту Поэтому Убираем этот кластер Так А, для начала мы сотрем на них историю Чтобы эти кластеры не повлияли Да Вот так Берем History Стираем И кластеры сами пропали Все Вообще все объекты можно выделить И стереть на них историю Так Давайте только проверим Не повлияло ли это на динамику Да, не повлияло Хорошо Шарики у нас появляются здесь Которые мы сделали Все Сохраняемся Теперь вернемся в вид из камеры Такой, как мы хотим Да, вот И можем создавать материалы Онлайн-школа Segetarian предлагает широкий спектр курсов компьютерной графики и анимации Смотрите подробную информацию на сайте школы www.segetarian.ru Ставьте лайки, делитесь и смотрите следующие уроки данного курса бесплатно Хорошей и интересной учебы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!